Насыщенной выдалась повестка дня 72-го заседания Совета депутатов Щелковского района. Народные избранники рассмотрели 18 вопросов. Начали с исполнения бюджета района за 2017 год. Значения уложились в отведенные параметры. Доходная часть исполнена на 105,5%. Поступление составили 6,56 млрд рублей. На 109% перевыполнен план по налоговым и неналоговым доходам. Расходная часть исполнена на 94%. Разницу в 6% финансовое управление направит на покрытие дефицита бюджета 2018 года. Отчет об исполнении бюджета народные избранники приняли, как и поправки в бюджет 2018, чтобы окончательно расплатиться со строителями ФОКа в Огудневе. Мы сельскому поселению Огудневское выдадим кредит для того, чтобы они окончательно расплатились за построенный ФОК. Дальнейшее финансирование физкультурно-оздоровительного комплекса ложится на бюджет Огуднева. Администрация поселения занимается поиском достойных арендаторов. Ассоциация мини-футбольная, пытается аренду заключать с нами тот же самый бокс. Полностью ассоциация городская по боксу тоже пытается перейти к нам туда и полностью арендовать помещение. Администрация района вышла к депутатам с законодательной инициативой поддержать обращение в Мособлдуму о принятии закона, ограничивающего попадание бездомных собак на улицу после передержки. Необходимо в законодательном уровне увеличить количество, а также выделить дополнительное финансирование по содержанию этих питомников. Мы сегодня приняли обращение Совета депутатов в Московскую областную думу по вопросу изменения законодательства в части содержания бездомных животных, потому что в Щелковском районе жители жалуются на то, что стали учащаться случаи нападения собак, бездомных собак на граждан. Депутаты приели к сведению отчет начальника межмуниципального управления МВД России Щелковская Дмитрия Рябова о деятельности полиции за год. В Совет была передана статистика за пять лет работы отериальных отделов полиции. Также народные избранники заслушали информацию городского прокурора о состоянии законности в сфере борьбы с преступностью, затронули тему обращения с коммунальными отходами. Всего в 2017 году мы выявили 139 нарушений в этой сфере, внесли 26 представлений об устранении нарушений федерального законодательства, 55 должностных лиц мы привлекли к дисциплинарной ответственности, 24 лица к административной. Начальник управления по культуре Наталья Чуйченко рассказала о плане праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Великой Победы. Важным событием станет прием ветеранов в Щелковском театре. Разработана линейка печатной и сувенирной продукции, а также праздничные украшения городских улиц с символикой 9 мая. Михаил Налётов, Александр Оржевский, Тель радиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова